Добрый вечер, друзья! Вопрос на дорожку. Мне 29 лет, живу в Украине, экономическое образование. Некоторые детали о себе не хочу раскрывать, пока что конспирация. В данный момент официально не работаю, последние три года живу планами об иммиграции. Видимо, доходное дело, планами об иммиграции. Хочется реализовать себя, быть успешным и двигаться вперед, что в данной ситуации в этой стране, к сожалению, невозможно. В данный момент вырисовывается кое-какая конкретика. На днях было интервью со Светланой Кафф, это наш иммиграционный адвокат, на канале у нас часто выступает. Очень хорошая женщина и профессионал. О ней, как и о многом другом, я узнал из вашего канала, который смотрю около трех лет. Вы меня здорово мотивируете. Ух! Хотя еще больше мотивирует ситуация в стране, это правда, с которой я больше не могу мириться. О своем опыте работы. Есть небольшой опыт в тестировании. Ты смотри-ка, около полутора лет в локальной фирме Black Box Testing. До этого работал в этой же фирме, около года в саппорте. Такое ощущение, что все тестеры вокруг. Знаете, изучаю английский язык около года, люблю все планировать, упорядочивать и систематизировать. Это наш, это наш человек. Считаю, что тайминг и планирование очень важны в нашей жизни. Они экономят время и деньги. Хорошо. В данный момент формирую бюджет поездки. Со всеми вытекающими из этого у меня первый вопрос. Насколько важен личный автомобиль? Потому что даже б.у. 5-8 тысяч долларов не очень вписывается в бюджет. Я бы с удовольствием катал на велосипеде, дом-школа-дом или дом-работа-дом, если бы все это занимало около 20-30 минут в одну сторону. Как вы думаете, насколько это реально? Первый вопрос. Второй. Более конфиденциальный и сложный. Одной из многочисленных причин миграции есть также то, что когда я был ребенком, у меня была травма глаза. И то, что мне могут предложить в Украине или России, меня не совсем устраивает. Я понимаю, что технологии пока еще не дошли до того уровня, чтобы вернуть зрение. Но хотелось бы сделать косметику для начала, чтобы проще было в обществе. Как мне кажется, вижуал, экспириенс, штата тоже очень важная штука. Вот меня интересует, насколько может это повлиять на трудоустройство в IT-компанию. Я просто не уверен, насколько быстро я смогу решить эту проблему после приезда. А я так и не понял, что это операция какая-то без косметики никак не знаю. Вроде косметика. И последний вопрос, то есть три вопроса. Я не смог найти у вас на сайте расписание курсов на вторую половину шестнадцатого года. Может, я плохо смотрел. Ну, давайте я сразу третий вопрос отвечу. Ее там нету. Мы вывешиваем на три-четыре месяца вперед. Вот. Но на самом деле там все довольно легко просчитывается, если вы хотите. То есть курс экспресс бывает каждые три месяца. Так вот, одно расписание кончилось, с другой началось. Курс фулл-тайм каждые, там, девять недель. Так оно очень легко просматривается. Мы не пишем на вторую половину. Вот то, что есть на сайте, то есть. Больше ничего нет. Ну, хорошо. Давайте мы, давайте мы поговорим. Тут, на самом деле, все сложнее, на мой взгляд, чем вот вопросы идут. Давайте поговорим. Значит, что мы имеем за вопрос? Я это понимаю как проблемы бюджета и планирования, финансового планирования последующего иммиграционного процесса с помощью адвоката по, там, через политическое убежище. Вот я это так понимаю, да, то есть вот, переводя на мой язык то, что я прочитал. Может быть, я ошибаюсь, но вот у меня такое понимание. Я сам не могу сказать, что я здоров планировать что-то финансовое до копеечки, и там, и вот, точненько. Никогда в жизни не умел, и сейчас не умею. И я всегда иду по направлению, я иду по вектору, и вопрос, а вот конкретно доллар, там, или 10, меня абсолютно никогда не волновало. Потому что я считаю, что если ты идешь по вектору, по правильному, правильному направлению, то там нужное количество денежки там всегда подойдет. то есть я не знаю, мой способ жизни такой, просто люди разные. Значит, тут парень такой дотошный, видите, он любит планировать, и у него так все это. Это очень здорово, это совершенно потрясающее, замечательное качество, но просто я неправильный человек, который тебе будет там по доллару все рассчитывать. Значит, что касается автомобиля за пять, за восемь тысяч. Значит, ну, восемь это уже очень приличное что-то, за пять, ну, за шесть максимум можно купить вполне приличную тачку, но вполне, которая еще хорошо походит, не ломаясь там значительно существенное время. Но тут ведь, что получается, он как бы в нелегалке. В нелегалке он, соответственно, какую работу может выполнять. Понимаете, есть работа, которая вообще-то не требует автомобиля. Вот, например, у нас тут, я смотрю, ребята, которые вот так приезжают, они идут, скажем, на стройку работать, и на стройку их завозят. То есть, там, обычное дело, он выходит там к какому-то месту, там подъезжает трачок, забирает ребят, везет туда и везет обратно, их еще и там покормят на стройке, они там даже с собой еды не берут, им там, бригадир там дает какой-то там бутерброд. Вот, поэтому можно, конечно, жить без этого, но есть определенные виды работы, которые подразумевают наличие автомобиля. Ну, например, если, скажем, вы там с детками, которых нужно после школы, там, на секцию забросить, на одну секцию, на другую, есть такая работа тоже. Вот там уже нужен автомобиль, там пиццу развозить, нужен автомобиль. Ну, такого плана. Можно жить без автомобиля прекрасно, особенно в таком городе, например, как Нью-Йорк, где хорошая система городского транспорта. В городе Сан-Франциско можно прекрасно обходиться без транспорта, там у многих нет автомобиля вообще, там автобусы, троллейбусы ходят там каждую секунду, не вопрос, трамвайчик там, метро, там все есть. Если мы говорим про Кремниевую долину, например, где вот мы сейчас с вами движемся на моем иммигрантовозе, то здесь без автомобильчика трудно. Можно, но трудно. Полно народу ездит на велосипеде, без вопросов. Вот, конечно, если у тебя есть велосипед, очень хорошо. Тем более, что дожди здесь большая редкость, в общем-то, ну, смотря где работаешь, что чего, но, ну, в общем-то, учитывая, что у него работа какая-нибудь будет нелегальная, там, вот, и жилье он не будет снимать какое-то там дорогое и на себя, и с контрактом, а в любую секунду может переехать к тому месту, где он работает, там, от одних румейтов поехать к другим румейтам, то есть, ну, ну, совсем это все не проблема. Поэтому я считаю, что для человека, который работает пока мест нелегально и находится при этом в большом городе, типа Сан-Франциско, Нью-Йорк, Майами, там, вот такого плана, он, он прекрасно обойдется без автомобиля, но если он говорит, что у него адвокат Светлана Кав, то, наверное, он все-таки будет где-то здесь, вот, в Кремниевой долине, в Сан-Франциско, вот в этих краях. Да, обойдетесь прекрасно без автомобиля. Теперь, что касается зрения, я не понял, в чем проблема зрения. В том, что зрение не очень хорошее, или в том, что какие-то есть внешние проявления, которые сразу видны людям, которые со стороны на тебя смотрят, и они думают, может, ну, что-то такое их там пугает или отталкивает, поэтому нужна какая-то косметическая операция. Я не знаю даже, о чем тут речь. Но поначалу, пусть это вас сильно не волнует, на тех работах, на которых вы там поначалу будете работать, никто не станет там сильно в это дело вникать. Значит, что касается работы какой-то в последующем, то есть, когда появится разрешение на работу через полгодика, и уже встанет вопрос о том, чтобы тестером работать, тогда, конечно, неплохо было бы иметь и автомобильчик, наверное, вот, ну, или тогда переезжать поближе к работе тоже, так, значит, придется. Ничего страшного. Вот. Неплохо было бы иметь автомобильчик к этому моменту. Что касается операций косметических, я не знаю. Есть такие, которые, если она чисто косметическая, то ее и страховка не покрывает. Обычно страховки косметические операции не покрывают. Если это операция по улучшению зрения, это одна история. Поэтому я даже не могу ничего толком сказать, потому что, во-первых, я не понял, какие проявления проблемы. Вот. Но, скорее всего, вы, так сказать, избавитесь там от чего-то такого или от проблемы, или от ее внешних проявлений со временем. Но я не думаю, что это может как-то сильно повлиять. Вот в том смысле, в каком я могу себе представить, что там такое может быть. Я не видел, я не знаю никого, кто бы сказал, что вот у меня там что-то, и мне плохо. Он может быть очень полным. Я видел людей, которые там на трех стульях надо садиться. Я видел людей, которые, у них из уха торчит там слуховой аппарат. Я видел людей, у которых, я не знаю, вплоть до того, что они на коляске разъезжают, значит, и так далее. И все ничего, то есть как-то обходились. Может быть, им действительно немножко сложнее, но, я не знаю, вряд ли это как-то может сильно помешать. Вот. В принципе, не так даже важно, сколько у человека есть денег с собой, потому что он может начать работать уже там на третий день, на пятый день, там неделя максимума. А что, он может заранее договориться о работе. И, значит, к чему я клоню? Даже если он не договорился заранее, приехал там, значит, за неделю на стройку пошел. Без вопросов. Все это решает. Сейчас работы очень много, абсолютно любой, легальный, нелегальный, раз и пошел. Ему должно быть достаточно денег на то, чтобы как можно скорее с иммиграционным адвокатом зафайловать все документы на политическое убежище, чтобы у него уже пошел счетчик тикать на эти 150 дней, после которых он может обращаться за разрешением на работу. И, значит, вот на это у него должно быть достаточно денег. Ну и плюс, конечно, там, не знаю, сверху несколько тысяч там надо бы иметь. На то, чтобы там первое время там с жильем, с провиантом там и так далее. Ну, конечно. То есть, я бы сказал так, что если у него есть на адвоката и плюс, там, я не знаю, еще 10 тысяч, то он просто буржуй с жутким количеством денег. То есть, ему должно хватить на все, и я бы на его месте старался бы эту десятку, которая там сверху от адвоката, значит, остается. Я бы ему сказал, не трать, а вот трать то, что зарабатываешь. Ну, ты можешь там первую тысячу потратить, а дальше, значит, зарабатывай, откладывай, еще откладывай, еще откладывай. Глядишь, там, и автомобильчик заведешь. Человек, если он, ну, как бы в состоянии работать, я не знаю, что там с глазом, видимо, глаз не мешает ему, тестерам же это ему не мешало работать. Значит, если он работает даже на такой вот работе, там, типа стройки, там, да, даже минимально, там, за 10 долларов в час кешем, да, скорее всего, это будет больше. Ну, допустим, даже 10 долларов в час кешем. Они там еще и по субботам работают тоже зачастую. Это он заработает, ну, я не знаю, сколько это будет, часов там, там, 200 часов в месяц минимум. Значит, он заработает 2000 кишаком живых денег. Ну, допустим, у него уйдет на жилье, на питание, там, я не знаю, 1200. Ну, еще 200, там, не знаю, на что, на 600-то у него останется. Это если он всего столько заработает, он может больше заработать. Если это будет не 10 долларов, а 12, это уже совершенно другое, это уже 2400. Ну, опять, и пошло, и поехал. Поэтому ему хватит на все. Он будет жить не хуже, чем в Киеве. Ну, единственное, что, конечно, он будет с румейтами, пока там более-менее на ноги там не встанет, не появится такая денежка более свободная. А так у него абсолютно все будет. Он и машину себе довольно быстро заведет, и, может быть, научится там подрабатывать на машине. Как только у него появится разрешение на работу, он может зарегистрироваться на Uber, и на Uber подрабатывать там вечерами, тут, здесь, там. Это помимо того, что он, может быть, даже там будет еще кем-то подрабатывать. Ну, то есть сейчас нет такой проблемы уж прям заработать на жизнь, я даже не знаю, даже в таком дорогом месте, как у нас, даже без разрешения на работу. Вот, так что, чего мы не знаем, мы не знаем, что будет экономически, когда он, значит, соберется. Вот, постоянно какие-то дискуссии идут между большими там финансовыми деятелями, которые обсуждают, вот я вчера читал дискуссию, там пять человек на Блумберге обсуждали, значит, вот, каковы вообще шансы, что экономика США окажется снова в рецессии. И так, вроде, получается, что особо вроде и нет, нет никаких шансов так, чтобы вот они просматривались, но вот они разные факторы, значит, рассматривали, которые к этому, там, могут привести, не могут привести, значит, там, движение ценных бумаг, там, на рынках, там, еще что-то. В общем, такие дела, да, цены на нефть, вот там, кто там был, Голдман Саксман говорит, что вот есть некоторая опасность в том, что цены на нефть упадут ниже 20 долларов за баррель. Вот они считают, что это опасно, и у них там есть свои соображения, почему это опасно. Но пока что, я не знаю, там, насчет 20, но вообще сегодня 27 было, я смотрел, американская WTI. Ой, кошмар. В общем, то есть, мы не знаем, чего будет и как будет. Вот если так, как сегодня, так нормально. Но я вам скажу, что и 5 лет назад, и, там, 7 лет назад, когда экономика была, ну, совсем не такая симпатичная, как сейчас, то же самое люди приезжали, и работали легально, и работали нелегально, и на жизнь всем хватало. И рент тогда был не 2000 за one bedroom, а, там, допустим, там, 1100. Вот, буквально вдвое меньше. Вот, вот, собственно, все это подтягивается, и жилось нормально, все было путем. Васильевич, не хуже, чем сейчас жилось. То есть, нужно было заработать на жилье, там, на штуку меньше, на квартиру. Вот, так что, такая история. Ладно, значит, мы пожелаем молодому человеку успехов. Раз уже он 3 года этим так живет, и как-то вот у него, ну, я не знаю, мысль в этом направлении движется, он, как бы, выстрадал это. Я не знаю, откуда у него виза берется. Вот, видите, он же еще не сказал даже, есть ли у него виза американская, как он ее собирается получить. То есть, договориться с адвокатом он может, а попасть в США-то как? Тем более, он еще и не работает, вот, там, в данный момент. Ну, в общем, интересные всякие обстоятельства. Английского у него тоже толком нет, он его учит. 29 лет. Ну, если холостой парень, так там уже не важно, 29, 32, там все, без разницы. В общем, пожелаем ему успехов, и пусть там аккуратно все рассчитывает. Раз он любит рассчитывать и подсчитывать, то молодец, и вот пусть подсчитает, нам потом расскажет. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»